Курсы майнд фитнеса запустила жительница Хабаровска. Это упражнения для мозга, иначе их еще называют нейрогимнастикой. Занятия показаны практически всем, кто хочет держать свой мозг в тонусе, в том числе и пожилым людям, как профилактика регрессивных процессов мышления. Подробности у нашего корреспондента Ульяны Крамаренко. Упражнение, знакомое многим с детства, это и есть фитнес, но не для тела, а для мозга. Вместо гантелей – мячи и палочки. Для новичков эти упражнения даются с большим трудом. И мы перекладываем мяч, ускоряемся. Десятки заданий для разминки мозга в единый курс собрала Галина Костылева и назвала его нейромагия. Несколько лет назад сама столкнулась с проблемой, начала забывать элементарные вещи. Я однажды забыла пин-код своей банковской карты, звонила мужу, ну, Паша, скажи, пожалуйста, телефон моей карты. Не телефон, пин-код моей карты. То есть такое было. И так как в моей семье у мамы был Альцгеймер, я решила, ну все, это, наверное, ранее Альцгеймер. Диагноз не подтвердился. Галина прошла обучение методики преподавания нейрогимнастики и теперь помогает другим держать мозг в тонусе. За помощью нередко обращаются даже крупные бизнесмены, которым нужно повысить концентрацию внимания и скорость принятия решений. А несколько месяцев назад Галина Костылева стала преподавать и в Центре Содружества. Желающих оказалось так много, что курсы уже расписаны на несколько месяцев вперед. Знаете, все равно проблемы с возрастом появляются, да, с памятью все. Вот я нашла такое место, где можно потренироваться, да, я стала собранная, стала уже, не идешь, например, в комнату и не помнишь, зачем ты идешь. Вот, то есть, ну это очень помогает. Реализовать идею курсов по нейрогимнастике удалось благодаря поддержке Центра «Мой бизнес». В этом году Галина Костылева получила возможность бесплатного продвижения своих услуг, то есть рекламы. Такой возможностью только в этом году воспользовались более сотни начинающих преподавателей региона. Всего же в Центре для начинающих предпринимателей более полусотни мер поддержки. На старте они, конечно же, могут у нас получить как обучающие мероприятия для того, чтобы понять вообще в каком направлении им двигаться. Пройти, например, программу азбука предпринимателя для того, чтобы сгенерировать свои бизнес-идеи, составить первичный бизнес-план, обратиться к нам, например, за консультацией для дальнейшего развития бизнеса и поучаствовать в какой-либо программе, в которой можно получить в том числе грантовую поддержку. Что касается курсов нейролингвистики, каждый рассчитан на три месяца. И, как утверждает Галина Костылева, своим мозгом надо заниматься уже в 25 лет. Это позволит избежать многих проблем в преклонном возрасте.